Державное предприятие «Червоный гвоздик» мобильная группа «Гарвы Канкама» наведвала летость. А тому этот приезд еще и подстава проконтролировать выполнение выдаденных предписаний. В общем, это предприятие добро вядомо всем гомельчанам. Миновито оно занимается ландшафтным дизайном, причем эта работа протягивается весь год. Сейчас, например, его специалисты проводят в Гомеле обрезку древ. Правда, члены мобильной группы текают не столько технологичный процесс, сколько захование техники безопасности. Только у минулых месяцев на предприемствах областного центра зарегистрованы 21 несчастный выпадок. Два человека загинули. Один из них на «Червоном гвоздику». Работник трапил под колы погрузчика. Неправильное выкористание техники у Вогуля одна из основных причин, якая приводить до трагедии. Пытались достучаться до предприятий организации города различной формы собственности, чтобы обратили внимание на те или иные вопросы, например, связанные с транспортом, связанные с погрузчиками. И, значит, своевременно, чтобы люди, которые управляют, соблюдали, проходили предсменный медицинский осмотр, и предсменный медицинский осмотр, чтобы жестко было исполнение ими всех должностных обязанностей, которые они должны выполнять. Еще одна завага членов мобильной группы Гомельска «Гарвы Канкам» отыщится о ховы территории. Справа дошла до того, что, не глядяши на наявность вартовников, некоторые мясцовые жихары скорочают шлях до ближайшей крамы празд территорию предприемства. Об этом яны сами и рассказали супрацовнику милиции. Подчас подведения выника в мониторингу офицер поведомил об этом факте и огучил новую информацию. На предприятии установлено шесть камер видеонаблюдения, из которых только одна камера работает. Необходимы дополнительные камеры для обеспечения охраны. Не осуществляется охрана территории в ночное время. Со слов работников, они осуществляют обход территории, но документально нигде не подтверждается. Для ликвидации огученных недопрацовок непотребны значные сродки, у некоторых помешканиях просто достатково частей проводить элементарную уборку. На особных дорогах не перешкодить провести ямошный ремонт. Супрацовник МНС так и не убачил на территории ни одного вогнетушителя. Есть за уваги поведение документации и увогули ее наявности. В том же питомнике у вас большая трещина на здании, даже фотографию могу показать. То есть никаких маяков нету, то есть там угол может просто отвалиться. Я спросил, где акты. Вы говорите, у инженера по охране труда его нету. Но поверьте мне, 12 лет уже работавшего в инспекции, акты осмотра зданий и сооружений не находятся у инженера по охране труда. Есть комиссия, председателем является какое-то другое лицо, понимаете. Инженер может участвовать. То есть у вас актов просто нету. Я в этом убежден. По выниках мониторингу будет складен и спис рекомендаций. На их выполнение отводится 15 дней. Головная мета – не допустить на предприемстве новых несчастных выпадков. Олег Синтеров, Дмитрий Котов, Валерий Гопанько, Телерадио, компания «Гомель». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова